Привет все! Сразу скажу, что просите, что давно не было в Перископе. Просто мы очень занято были. Но сейчас и сегодня я буду с вами в Перископ, чтобы ответить для вас интересные вопросы. Привет-привет! Сразу вам скажу, что личные вопросы я не отвечаю. Личная жизнь – это личная жизнь. Значит, начинаем от вопроса. Уже начинаются личные вопросы. Я сразу скажу, что вам в смысле нет тратить свое время. Личные вопросы я не отвечаю. Почему? Даю вам хороший пример. Средний насад. Смотрели передачи, которые вы все, наверное, посмотрели. Экстрасенсы ведут расследование. И я очень удивлена была, потому что очень многие люди дали внимание для мой характер, нашей работы, а не для ситуации, которые у этих людей были, горы, которые они пережили. И очень важно, что вы все, вы бы учили там что-нибудь, а не дали бы, как это правильно даже сказать, не бы дали внимания для неважных моментов, скажем так. Характер, да, классный. Начинаем тогда от вопроса. Почему, когда думаешь о плохом, она происходит, а когда о хорошем, она не происходит? Почему? Я вам объясняю. У нас уже когда школьное время, мы, школьная система нас учит. Вот, если ты не учишь в школе хорошо, а тебе ничего не будет. Хотя бы у нас в Эстонии всегда так было. И когда мы уже взрослые, у нас появится внутренний страх. И от этого появится неуверенность в себе. Значит, если мы думаем о негатив, это очень сильная энергетика. И там мы не сомневаемся. А когда мы начинаем думать о хорошем, тогда начинаем сомневаться. Мы это умеем или нет? Это возможно или нет? И поэтому мы тянем вот этот негатив побыстрее себе рядом, чем по сети, потому что мы сами не уверены в себе. Так, сам интересный просто вопрос я вам отвечаю. Посмотрим следующий вопрос. У меня просто интернет очень медленно работает. Как... Так, так, так. Ага, русский. Про русский язык тут спросили, трудно ли у меня было учиться русский язык. Ну, русский язык по себе один из самых трудных языков, поэтому я бы не сказала, что это для меня легко было. У меня просто недавно... Нет, давно была ситуация, где... Я просто с друзьями, мы были в природе, и там был маленький теленок. Сейчас я помню этот слов. А я не знала, как это называется, теленок. Просто я вижу, и хочу сказать, вот смотри, ты какой милый теленок. И я просто сказала, но в своем русском языке дочка вядина. Поэтому всякие бывают, но с этим мы учимся. Давай следующий вопрос. У вас вопросов, конечно, очень много. Я пыталась все читать. Очень много личных вопросов, но я их не отвечаю. Тут очень много спросили, Саша на презентации книга. У него это 17-го, будет у меня 18-го. Пока я вам не могу отвечать по поводу презентации книга. Я не знаю, где я это время буду, либо в Эстонии, либо в Москве, поэтому это под вопросом сейчас. Когда выйдет новая книга? У меня сломалась ноутбук, там все мои файлы были, и поэтому, когда ноутбук опять у меня работает, тогда будет понятно. Так. Ну, наверняка, книга все-таки у меня выйдет в следующий год, потому что это очень большая работа, и невозможно это так быстро сделать. Где-то в следующие годы она будет. Так. А сколько лет появилась твоя первая татуировка? Я в это время была ровно 20 лет. Но я очень, всех очень советую очень много раз подумать, прежде чем делать, потому что, когда определенный возд появится, понимаете, что вы хотите, в принципе, себе подтвердить что-нибудь. Очень думает об этом. Второй раз я бы не села татуировки себе лично. Но это зависит от людей, потому что татуировки, свежу ваши вопросы. Так. Что тебя мотивирует? Меня мотивируют люди, и хорошая компания, я бы сказала. негатива не принимаю. Очень много людей тоже спросили от меня, что я умею ценить у людей. Это именно юмор, что мы посмотрели. И жизнь через радость, а не через печаль. Почему-то у многих людей она и есть, потому что вечно недовольная. если мы пытались побольше это бы посмотреть, наша жизнь бы посмотреть через позитив, мы бы поняли, что все проблемы, которые мы думаем, что у нас есть, они на самом деле не существуют, они все существуют тут у нас в голове. Так. Следующий вопрос был по поводу камней. Как выбирать себе любимый камень? Ну, это всегда повторяю в принципе. Все не смотрите через знак Содиака. Доверяйте сами себе. Например, сегодня у меня тут три разные камни, а это все зависит у меня от моего настроения. Утром, например, хочу я аметист, в следующий день я хочу розовый кварц. Это через мои внутренние ощущения. И когда вы выбираете себе камни, это все должно происходить через внутренние ощущения, потому что вы интуитивность это всегда правильный выбор. Очень важно, чтобы вы никого бы не слушали, но слушали именно сами себе, потому что только вы знаете себе полностью, и никто вас не могут понять, как вы сами, поэтому выбор всегда одеты сами, и через знак Содиака не посмотрите. Так. Ты читаешь фанфики про себя и про Сашу? Нет, я не читаю, не читала и не читаю. очень много личных вопросов, очень трудно найти правильный вопрос. И кем бы хотела стать? Там маленькая была, врач хотела быть и наверняка когда-нибудь я пойду еще учиться. Но я не знаю, что вы с этим информацией будете использовать вашей жизненной так конечно, но это будет ваш ответ. Так. Какой у вас любимый камень и почему? Мои самые любимые камни, это который у меня сегодня тоже на руках, это гранат. Это самый камень именно для женщин. дает внутреннюю уверенность и если поставите себе какой-то цел, вы пойдете попыстрее к цели. Для всей женщины я всегда советую именно тот камень, которой не хватает уверенность себе, а не сомневается, и она поможет открывать себе для окружающих мир. Так. что для человека самое важное в жизни? это объект совести человека. Для меня я самое важное для себя, потому что по-другому никак, потому что у меня очень много людей даже которые приходят в прием, они очень много ошибки сделают в жизни, но я читаю они как опыт, но можно их посмотреть как ошибки тоже, они почему-то мы не можем и не умеем поставить себе на первое место, и особенно когда появится семья, муж и дети, что женщины обычно делают, первое место будет ребенок, второе место будет мужчина, и мы будем где-то в третьем месте, и тогда приходят эти люди ко мне и начинают от меня спросить, почему отношения не работают, почему я не могу найти общий язык с ребенком, именно поэтому, потому что вы должны быть самым важным на первом очереди для себя, а если вы собачите про вас, тогда не ждите, что кто-то вспоминал про вас, вот это самое важное, вы должны быть номер один для себя на первую очередь, и когда вы будете номер один для себя, ценить будет ваш мужчина вас и ваш ребенок, потому что для ребенка не надо дать отдельное внимание, когда семья уже есть любовь, понимание, уважение, это ребенок уже будет растет в любви, и ребенок уже будет человек очень радостный, и тут вот эта ошибка, которую очень много женщин, к сожалению, делают, и с этим надо учиться. В каком жанре кино можно сравнить вашу жизнь? Юмор, всегда выбираю юмор, все зависит, как мы это посмотрим, я читаю, что проблем в жизни не бывает, трудностей не бывает, это все зависит, как мы тут принимаем все, принимаем это либо как опыт, либо мы начинаем жалеть себе, я выбираю не жалеть себе, ну, react это на английском. Так, как попасть к вам на прием? Вопросы по здоровью. Сейчас я люди не принимаю, я пытаюсь с Польши с анимацией с собой, но когда я уже сама о себе чувствую, потому что вам надо понять личный прием, они возьмут очень много энергии и это первая причина, почему я сейчас не принимаю. Когда я этот внутренний сильный у себя найду, начинаю опять принять, пока их нету. Периодически бывает один-два человека, но это только у нас в Эстонии, пока я не готова принять. это будет через месяц 2 все-таки. И найдем последний вопрос, потому что уже поздно. Как часто можно ходить на клапище? Это очень интересный вопрос для меня. Я всегда скажу так, в клапище мы пойдем до себя, потому что мы устроим себе в голове иллюзия, что когда человек умер, у нас осталось место еще где ходит. А понятно, что душа уже не там, только физически тело осталось. Но когда человек умирает, мы начинаем думать о себе. Как мы без этого человека? И когда дома именно эта пустота, надо же найти перемен. Надо же где-то ходить. И вот это кладбище именно место, где люди ходят и думают вот я пойду туда, я пойду поставлю цветочки, подарки. тут в России особенно я видя, что люди поставят еще конфетки. Но это все большие иллюзии, которые мы делаем для себя. Душа нет там. Там только физически тело. Поэтому как часто можно ходить на кладбище, это уже от внутренних ощущений. но я хожу кладбище к своей папе раз в три месяца. И это будет для меня как респект. И ухаживая это место не больше, потому что человек останется сюда, в тушах, в сердце. А это поймите, что вы это делаете только для себя на первом очереди. И последний вопрос. Существует ли судьба? Я читаю, что это мои личные мнения. Опять, что у каждого из нас то рождение, мы сами выбираем своя судьба. Но это никогда не сто процентов, что вот я там выбрала определенный путь, я буду рождаться в этот мир, и все, что я выбрала, я должна сделать. Есть все-таки очень много поступков, которые мы можем поменять, но это опять зависит от нашей внутренней силы и от нашей окружающиеся люди тоже, которые круг нас и наша уверенность в себе, потому что мои личные мнения опять, что мужчина, дети и тата смерть мы, к сожалению, не можем изменить. Мои личные мнения, что это мы выбрали уже там, но остальные, теми будем работать, отдавнуть, что мы хотим себе купить, это самое обычное, мы можем все изменить. В принципе, очень много всего в нашей руках, но зависит, как мы разные жизненные опыты принимаем, все от этого зависит. И очень многие люди от меня тоже спросят мысли материально, это же бывает так? Я очень многие люди отвечаю так же. Очень много зависит от нас, как мы сами принимаем мир и разные опыты и разные ситуации, как мы будем их принять. У нас всегда выбор, мы смотрим это через негатив либо через позитив. И от этого мы можем уже изменить полностью дальнейшая судьба. Но все в вашей руках, как мы это информации или опыт принимаем. Мы будем либо играть жертва, либо мы возьмем себе в опыты и новые возможности. Это для сегодня все. Надеемся, что скоро уже появится время для перескопа. И очень спрошу вам вас не спросить личные вопросы. Я их принципиально уже не отвечаю, потому что это уже похоже на сказку, что очень многие придумают. Будьте заняты своей жизнью. Когда я что-то или Саша что-то пишет в группе, это чтобы люди круг помочь чем-то. Не смотри ты просто красивое лицо, красивая картинка, какие ногти, какие волосы, какие ресницы. Учите от этого. Мы пишем, чтобы другие помочь и концентрируйте на этом, потому что это могут изменить тоже вашу жизнь. Какие у меня ногти, какие у меня волосы, это ваша не должна обмануться, и это ваша жизнь никак не изменит. Начинаем от этого. Всем спокойной ночи и ждем уже перескоп, наверное, уже через несколько дней. Субтитры и субтитры и субтитры . Продолжение следует...